Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Воистину воскресе Христос! И в эти удивительные пасхальные дни вместе с библейским порталом Экзегет мы вас поздравляем еще и с днем памяти святого Георгия Победоносца, великомученика Георгия, который действительно несет нам победы. И это очень легко доказать, достаточно вспомнить окончание Второй мировой войны, ведь под конец войны люди уже очень многие обратились к вере, и храмы открывались, и все молились. А молились кому? Вспоминали наших победоносцев Александра Невского, Дмитрия Донского и, конечно же, святого Георгия Победоносца. Так вот, на самом деле, победа, она, можно сказать, и наступила в день великомученика Георгия Победоносца. Причем это удивительно, что в 1945 году Пасха Христова, светлое Христовое воскресенье, совпало именно с днем памяти великомученика Георгия Победоносца. Ну, если вот по новому стилю, это 6 мая. И это действительно был уже, собственно, день победы, а в ночь на 7 мая подписан был первый акт о капитуляции. Там потом и редактировалось, мы отмечаем 9 мая, но так или иначе, вот 6 мая, день великомученика Георгия Победоносца, и Пасха Христова, это был день нашей великой, подлинной нашей победы, потому что великомученик Георгий Победоносец помог раздавить эту фашистскую гадину, вот как он на своем коне, на святых образах, он попирает этого вражеского змеи. Вот мы, кстати, упомянули святого Дмитрия Донского, а именно он, Дмитрий Донской, впервые стал помещать образ Георгия Победоносца как знак, как герб города Москвы, столицы российского государства. Ну, почему так? Потому что Москва была основана Юрием Долгоруким, да, и это его небесный покровитель, а на самом деле это покровитель каждого из нас, и все, кто нуждался вот в помощи святых, в небесной такой защите, и в ратных подвигах они обращались, конечно же, Георгий Победоносца, вот мы тоже говорим, Георгиевская ленточка, да, или Георгиевский крест, вот то, что было еще до революции в царской России, там ведь действительно крест, а в центре креста изображается тоже образ святого великомученика Георгия Победоносца, и орден в честь святого Георгия, великомученика, он был основан еще при Екатерине II, и до сих пор у нас вот эта вот оставшаяся ленточка, на которой носился этот орден, этот знак и символ победы, подлинной победы, потому что он действительно победитель, а в чем же подлинная победа? И вот Священное Писание, у нас все-таки портал библейский, прямо говорит, это слова из Апокалипсиса, из Откровения Иоанна Богослова, и там сам Спаситель говорит нам, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». То есть подлинный победитель, он удостаивается под такой вот истинной славой вместе с Господом Иисусом Христом, и даже удостаивается таких вот царских почестей, да, тоже воссесть на том же царском престоле вместе со Святой Троицей, но для этого предварительно такие вот слова мы читаем, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». То есть для начала принять Христа и быть верным Христу до конца. И вот Святой Георгий Победоносец, как раз в чем его такой вот исторический феномен? Именно в том, что он победил прежде всего вот свои греховные страсти, и он принял Христа всей своей душой тогда, когда вроде бы все было вопреки нему. То есть это времена императора Диоклетиана. У нас, конечно, имя Диоклетиана уже такое вот нарицательное, как самого страшного гонителя. В общем-то, действительно, если вспомнить, то при Диоклетиане были самые страшные муки, самые страшные гонения, стязания христиан, и вот все изобилие вот этих мучений, когда сами мучители уставали, когда оружие, вот эти острые мечи, ножи, я уж не знаю, что это все затуплялось, и вынуждены были менять орудия пыток, а христиане все равно исповедовали Христа. Но Диоклетиан на самом деле, он 19 лет вот своему правлению, он терпимо относился к христианству, и даже напротив его дворца в Некомедии была большая христианская базилика, но потом появляется у него такой приближенный галерий, кесарь галерий, который был зятем императора Диоклетиана, и вот тот вот упорно настаивал на том, что нужно подвергать христиан гонениям, что нужно вернуться к прежним языческим богам, и ошибка Диоклетиана была в том, что он именно прислушался вот к этому подлецу, на самом деле таковым и был этот кесарь галерий, и стал подписывать указы. Так вот, когда как раз совещание происходило в царском дворце, и вот обсуждали, как, чего, какие меры принимать, то туда и появляется как раз святой Георгий, а он был одним из молодых таких вот военачальников. И даже есть сведения, конечно, это предание, что он был тысяченачальником уже, это очень высокий воинский пост, то есть целая тысяча поручалась, тысяча воинов, легионеров такому воину, вот, и он с молодых лет уже был христианином. И вот когда другие, они в молодом возрасте, в юности своей пытаются взять от жизни все, когда они свою юность расточают на грехи, а в старости расплачиваются за эти грехи, за грехи своей юности, то святой Георгий, он уже тогда посвятил всего себя всецело Господу, он Христа принял в свое сердце, и поэтому Спаситель и дает ему возможность стать подлинным победителем. Вот он, духовная победа в чем? Прежде всего, это победа над страхами. Он приходит открыто, говорит, что вот нет, мы все-таки не должны подвергать наказаниям христиан, потому что это лучшие, лучшие граждане Римской империи. Христиане не воруют, не обманывают, никакой коррупции, они верны своему отечеству, они никого там не насильничают, не убивают, то есть они стараются жить по заповедям Божьим и по закону своей совести. Но тут вот те, кто присутствовали, жили по иным законам, и они говорят, а ты что, почему ты вдруг их поддерживаешь? Ты же видишь, что мы хотим возродить язычество. И святой Георгий открыто исповедует себя христианином. Император был, конечно, расстроен, огорчен, что такой вот перспективный военачальник вдруг идет вопреки его указам, и святой Георгий был сначала схвачен, но это обычная такая была процедура у римских властей того времени, что вначале уговаривали, обещали дать какие-то почести, вот ты просто, ну ладно, там в душе ты вот веришь во Христа, ну просто вот принеси какие-то жертвы хотя бы внешне, вот формально засвидетельствуй, что ты вот вместе с нами, да. Потом это не действует. Он говорит, нет, вот если в сердце, то и в делах должно быть единство, а не так, что как некая шизофрения, раздвоение, что одно там в уме, другое в делах. Нет, он верен Христу до конца, он исповедует сердце, он исповедует словами, он исповедует своей самой жизнью, своими праведными делами, и тогда уже потихоньку вот начинают по нарастающей совершать какие-то вот мучения, поначалу его растягивают между какими-то там столбами, приваливают к нему тяжелый кусок какого-то камня, плиту такую каменную к его груди, он молится, выдерживает эти пытки, потом следующие пытки, и вот в частности колесование. Ну, сейчас многие по-другому понимают, что такое колесование, а это именно могли привязать живого человека к деревянному колесу, и вот оно вращается, а внизу острые орудия пыток, вот то, что торчит, или даже там какие-то гвозди заостренные, и все это начинает раздирать твое тело, но не так, чтобы убить человека, а чтобы его мучить, истязать. И вот в таких страданиях святой мученик, он на самом деле приобщается с страданием Христовым, и он являет удивительную силу духа. И здесь победа прежде его, это победа духа над плотью, это победа веры над неверием, победа христианства над язычеством, потому что все эти муки, они в итоге оказывались, разбивались, оказывались как ничто. Господь являл вновь и вновь торжество своего святого мученика, он даже великомученик, потому что претерпевает самые величайшие страдания. И там даже было так, что на седьмой день, вот как тоже некоторые жития его повествуют, одному чародею, придворному чародею, было поручено, чтобы он загубил святого Георгия, ну и тот два таких зелья приготовил. Одно должно было лишить святого Георгия ума, то есть сделать его сумасшедшим, а второе зелье уже умертвить его. И все это было дано выпить, принять святому Георгию, но он, призвав имя Христова, имя Господа нашего Иисуса Христа, выпивает, нисколько не боясь, и ничто на него не действует, потому что таково было слово самого Христа, что если и что-то вот смертное испьют, призвав имя мое, то не повредит им. И святому Георгию это не повредило, он продолжает свой подвиг исповедничества, и тут наступает такой переломный момент, что оказывается люди, которые со стороны наблюдали или слышали о святом Георгии, о его стойкости, они начинают обращаться к нему за молитвами, с просьбой помолиться. Вот раз у него действительно дух крепок, значит он действительно вот обладает какой-то духовной силой, и вот у кого что там, кто-то болеет, у одного там даже умер вол, вот животное умер, ну, которое нужно было в работах, и вот обратился он к святому Георгию, тот помолился, животное воскресает, и тот человек обращается тоже ко Христу и тоже становится мучеником, то есть причастником жизни вечной, то есть через страдания великомученика Георгия начинают обращаться новые и новые люди ко Христу, и языческие власти, чувствуя свое бессилие, что они не могут сломить дух святого Георгия, они вынуждены уже окончательно его казнить, отрубив голову, и вот святой Георгий, он вроде бы расстается с земной жизнью, но он становится одним из воинов Царя Небесного, и на протяжении всей той истории, вот сейчас кто из нас вспоминает того же самого Диоклетиана? Ну, конечно, когда мы читаем Жития Святых, то имя его вспоминается, или имя того же Галерия, кстати, оба закончили очень печально. Диоклетиан что увидел? Что вот эти указы против христиан, они повлекли вот массовые репрессии, и из-за этого вместо того, чтобы укрепить государство, все везде пришло в расстройство, ну, то есть, представляете, что вот где-то есть хорошие, ответственные чиновники, вот христиане там, кто-то чем-то заведует, и они действительно по совести исполняют свои дела, а тут их хватают, казнят, и на местах начинают дела расстраиваться государственные. Вся империя пришла в хаос, и Диоклетиан в итоге вот этих указов против христиан, он вынужден был сложить свою власть. Он сложил свою власть, и потом жил еще сколько-то времени, и увидел уже, что при Константине Великом империя начинает набирать силу именно за счет христиан. И он, может быть, он понял свою, так сказать, вот тоже ошибку. Да и кесарь Галерий, он перед смертью сильно заболел, и он соглашается впоследствии, он соглашается тоже на указ, разрешающий свободу христианского исповеда, и только просит христиан, чтобы они молились о его выздоровлении, конечно, молились, но Господь его все равно забрал из этого мира. То есть мы видим, что и Диоклетиан, и Галерий, они терпят мировоззренческое поражение, они терпят в том числе и политическое поражение, потому что ошибка в главном, она влечет за собою все последующие ошибки. И вот нельзя ошибаться в главной идее, нельзя ошибаться в главном зерне, то, что является государствообразующим. Если ты это порушил, то все рухнет. И вот христианская вера в результате этого гонения, она наоборот победила, и уже в лице Константина Великого обретает свои законные права. А святой Георгий, победоносец, вот именно его сквозь века мы вспоминаем, именно ему мы молимся. И он действительно защитник, он помощник в самых любых ситуациях. Вот в Сирии был такой случай, когда у одной мамы похитили ребенка, и она молилась именно Георгию Победоносцу. И святой чудесным образом возвращает ей сына, то есть он защищает всех обидимых, тех, кто терпит какие-то жизненные невзгоды, и обращаются к нему. И поэтому на Руси именно святой Георгий Победоносец становится вот с самого первого начала наиболее таким любимым святым. Но об этом уже говорит, допустим, картина Нестерова «Святая Русь». Вот удивительное название «Святая Русь». И там изображается Христос, который на просторах нашей Родины, причем зимний пейзаж, потому что у нас зима очень долгая, вот он является простым русским людям. Там, конечно, и монахи, и крестьяне. Немножко там есть представители тоже интеллигенции, это ведь начало XX века, веру уже начинали утрачивать. И Христос являет себя простым русским людям, потому что Господь просветил нашу землю своим Евангелем. А за Христом кто стоят? Три наиболее почитаемых русских святых. Это преподобный Сергий Радонежский, как такой смиренный, кроткий молитвенник, как образ старчества на Руси. Это святитель Николай Чудотворец. Да, мы говорим, именно он русский, святой, потому что на Руси он почитаем, как милостивый помощник, как даритель самого любого блага, с которым обращаются, с просьбой, о котором обращаются, к святителю Николаю. И святой Георгий Победоносец. Вот три наиболее почитаемых на Руси святых, которые вместе со Христом помогают русскому народу. И великомученик Георгий, он и покровитель воинства, он и покровитель нашей духовной брани. И когда мы видим, что на иконах святой Георгий Победоносец поражает копьем змеи, так сказать, его пригвождает или там дракон, то это не только вот то чудо о змеи, которое, ну, конечно, местами там уже такой полулегендарный характер приобретало оно, а это образ поражения дьявола на самом деле. То есть святой Георгий, он как причастный Христу, как истинный воин Христов, он поражает вот эту вот греховную гадину своим копьем, да, а в том сказании, что он освобождает царскую дочь, да, это ведь образ церкви Христовой, а змей или дракон, это образ уже дьявола, как древнего змея, древнего дракона, клеветника, обольстителя, который устрашал всю вселенную. И вот такие люди, как святой Георгий Победоносец, причастные Духу Святому, они поражают всякое это зло, и на Руси уже фактически дети князя Владимира, крестителя Руси. Вот Ярослав Мудрый, он уже строит монастыри и в Киеве, и в Новгороде, монастыри в честь святого Георгия Победоносца, и само имя Георгий, ну, оно на Руси могло перелагаться, как Егорий, допустим, да, или Юрий, но это именно все имя Георгия. Оно прославляется, и те, кто молится ему, они тоже приобщаются его славе. Вот так же, кстати, как Грузия. Грузия – это тоже такая филологическая переработка имени святого Георгия, то есть земля, посвященная Георгию, потому что в Грузии считалось, что святой Георгий, он был родственником святой Нины, просветительницы Грузии, ну, действительно, древние повествования, что говорят, что он тоже из Каппадокии, откуда вышла родом святая Нина, просветительница Грузии. И на протяжении веков мы молимся именно святому Георгию Победоносцу, а он святой великомученик, и Победоносец Георгию, он помогает нам. Вот в советское время в Мордовии тоже был такой случай, когда председатель колхоза решил закрыть храм, а храм был посвящен именно святому Георгию Победоносцу, причем там был один предел, посвященный святому Дмитрию Солунскому, который тоже был военачальником, и вот все говорит председатель, как нам нужно помещение под зернохранилище, ты там все закрывай уже, сдавай документы, а батюшка, он молится, не знает, что делать, и вот средь бела дня вдруг к этому председателю на двух белых конях подъезжают какие-то два всадника, заходят к нему в воинской одежде, и строго говорят, что закроешь храм, умрешь без покаяния. И это на него так подействовало, что он понял, что что-то здесь необычное, что он даже побежал скорее в этот храм, стал священника расспрашивать, говорить, что было такое явление, и потом на иконах он как раз узнает святого Георгия Победоносца и узнает святого Дмитрия Великомученика Солунского. То есть святой Георгий, он нас не оставляет. Что бы ни происходило, какие бы трудности, он сам претерпел жизненные невзгоды, то есть не надо думать, что христианство дает нам какую-то беспечальную жизнь. Но в самых этих печалях мы имеем возможность обрести Христа, а вместе со Христом иметь жизнь вечную. Ну и те, кто верны Господу до конца, вот как святой Георгий Победоносец, он тем подает просто удивительную духовную силу. Примером этого и является святой Георгий Победоносец. Так что, дорогие братья и сестры, будем молиться ему, вспоминать его, особенно в нашей такой вот духовной брани, когда надо преодолевать какие-то свои греховные немощи. Потому что тот, кто победил самого себя, кто победил самого себя, тот достиг самой главной победы. И Господь, и тому человеку, вот как он, спаситель, говорит, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моем на престоле его». В чем да поможет нам святой великомученик Георгий Победоносец. Спаси всех, Боже, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!